Путешествие к людям и сдержанность чувств, и невозмутимость души, и вечное беспокойство. Вспоминаешь снова и долготерпение зрелости, и любовь к прекрасному, пронесенную через всю жизнь. Одни кипят негодуя, защищая чужую жизнь, другие спокойно и просто рискуют собственной. Как дороги нижут на одну нить города, так людей соединяет дело. Есть главное дело, смысл и цель жизни. Самое важное, которое было и будет вчера, сегодня, завтра. И так всю жизнь. Дело не просто плечом к плечу шагать с товарищем или другом. Когда каждый день обещает новые встречи и новых друзей, это дело. И не просто, когда в цехах весело гудят огни, когда в самом начинает звучать песня созидания, это дело. СТУЧАТ КОЛЕСА СТУЧАТ КОЛЕСА НА СТЫКОХ РЕЛЬСА Дело вечно, как горы и необъятно, как облака. Оно многотрудно, как восхождение и просто, как этот дом в горах. Дом Тамары Алексеевны Антоновой. Цветы у нее были на борту ледокола Красин и на первой ее метеостанции на Камчатке. В тайге охотничал ее сын Алексей. Отслужил во флоте, пошел гидрогеологом на метеостанцию Бештыкне. Два года назад встретило их здесь полное запустение. Но им не впервые начинать все заново. Посадили деревья, вымостили булыжникам двор и переиначили все от колодца до чердака. Стало похоже на жилье. Их работа разгадывать, как реки становятся облаками, а облака студеные влагоисточникам. Переводить поэзию на четверостишья цифр. От утренней зари до вечерней звезды. Такая у них работа. Но речь о деле. Красоту можно заметить в каплях росы, услышать в шелесте травы, а можно увидеть в тысячелетних корнях тиса. Художник живет в человеке, как в птице, песня. Разве песня эта для себя? Пусть услышит ее каждый, кто заглянет в Бештыкне. Бесхитростную, но искреннюю. И пусть у него станет лучше на душе. Если быть другом талант, то Алексей невероятно талантлив. Редко умеют, как он, обретать друзей и наживать врагов. Тут завязалась их дружба с Лешей Пилунским. И появились враги. А все из-за лошадей. Каждый раз, когда я приходил в Кородавский лес, я слышал этих лошадей. Может, я их не каждый раз видел, но они были сказочными. На самом деле сказочными. Никто их не трогал. Ну, никто. Никому они не мешали, они ходили по Эйле. Я, говорит, специально водил своих детей, чтобы показать. Показать этих лошадей, какие они прекрасные. Нет, в общем, я считаю, что это настоящие мустанги. Настоящие. Только не там где-то в Америке, а наши, наши. Вот крымские мустанги. Леша матрос рыболовецкого траулера. А делом его и Алексея на многие месяцы стали эти лошади. Говорят, загнала еще война в горы жеребца и пару кобылиц. Выжили они, одичали. А много лет спустя на Ейле паслись табуны. Дикие и вольные. И ничьи. Стремительно они. Ну, несутся просто. В общем, по-моему, очень красиво. От Леши узнала про них Валя Караденко, телефонистка из Симферополя. Жеребят, по-моему, у них вообще, знаете, как вот мальчишки, которые иногда резвятся, бегают, прыгают. Знаете, вот такие вот. Ну, вольные. Выросли на воле. Нет, в общем, сказка. Это невозможно рассказать, потому что это только нужно видеть. Лошади действительно сказочные. Сказочные, сказка. А не другие ли сказки сочиняет наше время? И не иным ли галопом летит оно под гул машин, управляемых магией цифрой? А кто герой этой сказки? На заводе станка «Линия» несколько лет назад инженер Мельник сказал бы – станки с программным управлением. Научно-техническая революция, о которой мы с вами говорим, частенько вот слышим по радио, в газетах читаем, по телевидению нам показывают. Она на завод пришла в образе тех новых, совершенных машин, станков, автоматов. И в частности, в образе станков с программным управлением. Вот эта новая техника. Она предъявляет к людям определенные требования. Год спустя Константин Григорьевич, член заводского порткома, уточнил бы. Вы понимаете, все, что не делается на заводе, все делается людьми. Время требует своего. Что значит время требует свое? То есть время от людей требует совершенствования. Вот воспитание людей совершенствования является тоже довольно-таки трудной работой. А сегодня инструктор райкома Мельник занят теми же проблемами научно-технической революции. Люди приходят к кому-то только в том случае, если они верят человеку. Я не просто разговариваю, а стараюсь понять, что он из себя представляет. Стараюсь понять, что его привело ко мне с разговором. Одна из задач людей верить друг другу или другими словами стараться понять друг друга. Мы строим театры, консерватории, чтобы лучше понимать друг друга. Приходим сюда как на праздник. Но кто задумывается, чего это стоит сотворить его? И, пожалуйста, еще разочек. Духовая группа. Три такта перед А. Можно вопросить тоже с вами, с Вилан Челликсом. Три такта, пожалуйста. Раз пустое. Те же голоса. Раз. Первые скрипки. Когда возникает ощущение «мы», когда каждый не умом, а сердцем лучшее своего «я» подчиняет общей цели, тогда возникает музыка. Ну и потом наступает этот страшный момент, когда выходишь, как я называю, на этот шафот, и надо поднять руки. Сидит сто шесть человек. И это неуловимо создает такое давление сопротивления без всякой злой воли со стороны коллектива. Пацаны. В музыке Евгения Мравинского во всем его облике, речи, жестах ничего лишнего. Простота и лаконизм граничащие с аскетизмом. Вот секрет мастерства. Отбросить лишнее, чтобы звуком и образом было тесно, мыслям и чувствам просторно. Превосходная должность мастер и хорошее слово «мастерская». Это в Риге. Слева фотограф Гуннер Бинде, рядом кинооператор Ивар Селецкис, художник Плаудис. Моё время очень счастливое. Я снимаю, вот оно. Потому что я всё время был занят. Потому что всё время мне была работа. Работа, которая нравится, которая огромное наслаждение делает. Иногда это наслаждение такое приятное, что я забываю время дня, даже я не чувствую, это утро или вечер. Чтобы его понять, чтобы от него вытянуть человеческое явление, я должен был очень хорошо знать этого человека, мыслить, что я хочу, переживать его переживания, сочувствовать ему где-то и снимать. У меня были такие случаи, когда, в общем, приходится в образ любиться, и только тогда можешь снимать по-настоящему. Получается какой-то контакт, который, в общем, мне, ну, никак нельзя объяснить словами. Я всё время ломаюсь. Что это такое? Мастер, кто дело в себе любит больше, чем себя в этом деле. А истинный мастер, кто человека ценит выше, чем себя и своё мастерство. И к чему бы ни прикоснулся он рукой, взглядом, сердцем, везде тёплый свет красоты человеческой. Два года тому назад я имел радость и счастье жить в Лепине. И там одновременно жил Дмитрий Дмитриевич, который заканчивал свою пятнадцатую симфонию. Он работал так, было впечатление, чтобы не подчерять ни одной доли секунд. Это была работа, он совершенно отсутствовал. Для него не существовало в это время ничего. И вот этот кадр густых осенних сумерек, этого окна, окна освещенного лампой, зелёным абажуром, и этого лица столь дорогого и знакомого, который, уткнувшись в ноты с одной стороны и перенеся их в другую, это я никогда в жизни забуду. Это какой-то такой был большой, большой час, который длился несколько минут. Есть такие минуты, длились бы они часами. Но бывают совсем другие мгновения, способные показаться вечностью. В горы пришла беда. Пришла к Алексею Соловьеву. Солнце нависло раскалённым диском, обжигая деревья и скалы. В родниках на самом дне высыхали последние капли. Не было дождей, всё живое потянулось к человеческому жилью, где была вода. Тут оно и случилось. Выстрел, браконьер. Откуда такая злоба и такая вера в безнаказанность? Да разве это браконьерство? Они же ничьи, эти лошади. И тут не заповедник. Нет такого закона, чтобы нельзя. Значит, можно. Есть такой закон. Руки, которые стреляют. Их остановят другие, которые сажают дерево, строят дом. Они прекрасны, эти руки, потому что подчиняются сердцу, для которого чужая боль, как своя собственная. Они сильны, не хотят, не могут, не имеют права устать. Я хочу, хочу быть хирургом-реаниматором. Когда видишь смерть, становится так страшно, ну, этого просто не должно быть. Нельзя, чтобы люди умирали. Вот так. Когда пришла, все к нему подошли, а я не могу подойти. Слезы, как сейчас появились, прям комок какой-то в горле. Воспринимаешь это как что-то ужасное. Все равно смерть. Всегда страшно. Я боялась. Мне казалось, что я совсем очерствею. Даже не смогу быть самой собой. За каждую из спасенных жизней профессор Бунатьян отдал частицу собственной. Вы же себе места не находите. Это как будто бы вы больны. И вот, когда он выздоравливается, понимаете, вот кажется, что это другой человек. А на самом деле это вы. Это ваша жизнь в нем продолжается. Ну, другая аналогия, это ученики, допустим, проблема ученик-учитель. Тот же учитель, он приходит в время, он уходит. Он оставляет своих учеников. Жизнь продолжается. Через несколько месяцев вы кончите школу. И вам надо будет думать. куда поступить учиться. Вот давайте поговорим, о чем вы мечтаете. Что вы будете делать после школы. Ну, вот Галь, пожалуйста. Галя. Валентина Яковлевна Стаценко преподает в школе глухонемых. Учат говорить. Хотя эти юноши и девушки никогда не услышат ни чужого, ни собственного голоса. Кажется, нет ни одной ниточки, которая могла бы связать их с другими. Но есть ее руки. А руки способны на чудеса. Для этого, правда, нужны годы. Ради единого слова. Ради одного человека. И так всю жизнь. И так Нет. 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 Са. Да. Неправильно. Са! 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 А ну-ка язычок! Са! Хорошо! Правильно! Цветы! 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 Им никогда не узнать, как прекрасен мир, в котором есть песни ветра, буденья шмеля и музыка человеческого голоса. Но есть уже слово и мысль, право понять и быть понятым. Ее руки привели их в мир прекрасных чувств и дел человеческих. А дела обретают космические масштабы. Миллионы лошадиных сил ждут только сигнала, чтобы взметнуть выше небо и творение и творца. Ради чего к звездам? Ради кого миллионы верст Вселенной? Есть ответ. Первый, кто увидел Землю из космоса, воскликнул. Красота-то какая! Да только ради этого стоило бы. Говорят, что умирают чувства в мире стали и электроники. Неправда. Говорят, что мы становимся сухими, черствыми, рациональными, как эти формулы. Неправда. В чертежах и машинах стук сердца, взрыв мысли, мощь человеческого духа. И чем сложнее становятся истины, тем острее и глубже чувства. Субтитры создавал DimaTorzok А потом появился гнедой. Он был вот настолько вот, выше всех лошадей, Он был вот настолько вот, выше всех лошадей, во-первых, и очень красивый. Очень красивая грива была. Очень красивый хвост. Невероятный. Первый раз я увидел гнедого давно. Хотели поймать жеребят из его табуна. Сделали изгородь высокую и загнали туда табун. Когда загон закрыли, все взрослые лошади в общем-то выпрыгнули и ушли. А жеребята нет. Тогда гнедой вернулся назад и своей грудью проломил забор и они ушли. В общем, ничего не поймали. Ну, ходим мы в лес. Ходим красиво все деревья. Если нет никого живого. Ну, никого живого нет. Ни тебе птичка не поет, ни тебе никакой заяц не пробежит. Вообще, ну, никого нету. Ну, что вот тогда делать? Ведь ничего же тогда не сделаешь. Ну, что придешь, посмотришь. Пусто. Пусто и все тут. И вот теперь понятие красоты. Если мы берем пшеничное поле, оно, конечно, красиво. Но если в пшеничном поле находится 100-летний дуб, который прожил века, то мы, в общем, можем получить другое понятие красоты. Ну, дуб уничтожается, мы получаем прекрасные поля чистые, техники хорошо работать. Ну, что будет потом? Вот что будет, например, через 20-30 лет? Ну, что будет? Дуб пережил разные эпохи человечества. И тут, в общем, у них будто из-за ничего приходит гибель. Просто я не могу смириться с этим, мне кажется, что это несправедливо. В небе птицы из дюраля и титана. Неужели освобождать место для лебедей? В море стальные корабли? Неужели теснится, чтобы резвились дельфины? Вот-вот мы услышим голоса неземных цивилизаций. Неужели назад, к лошадям и ветряным мельницам? Только вперед и только выше. Так идет человек. И сам становится выше. Он в ответе за все. За море, за небо, за звезды. Вся вселенная мастерская. И мастера уносят ввысь правду земли, красоту земли, добро земли. А они всегда конкретны. Вот уже и в Бештыкнере вот моторы. Распугивают птиц и порождают проблемы, от которых не уйти. Решать их нам самим. А мы – это каждый в отдельности. Алексей, Леша, Валя. И еще те, кто стреляют. А тут уж все решает дело. Да разве они не чьи, эти лошади? Здесь не заповедник? Так должен быть. Нет закона, чтобы нельзя? Так будет. Все-таки лошади эти нам очень нужны. Но почему? Потому что мы в ответе за все. Потому что красота – это жизнь. Потому что не про лошадей речь, а про человеческое в нас самих. А в горах все чаще гремели выстрелы. В этом году впервые, в общем-то, я сам увидел труп убитой лошади. И читал это письмо, что их на самом деле хотят убить. Ну, по-моему, это ужасно. И самое странное, что, в общем-то, люди, которые хотят убить, они, в общем-то, ну, обычные нормальные люди. Играет музыка Играет музыка Красиво звучит, когда говорят вообще истина, добро, красота. А путь к ним – как путь к горизонту, трудный путь. И у каждого свой. Рекордсменка мира Ирина Дудецкая не думала, что трудней всего будет на земле. Играет музыка Нет. Я мечтала совсем о другом. Я мечтала летать. Просто захотелось вот именно почувствовать самой, что это такое. Вот ощутить это свободное падение. Это непорядок над облаками. Я никогда не задумала, что мне что-то должно отказать. Шла на прыжок и думала, начну комплекс крутить. Может, ничего, где-то может быть в конце. Может, в самом начале. Отказал основной парашют. Так случилось, что, пока она возилась с основным парашютом, потеряла высоту очень много. И уже не было возможности воспользоваться запасными. Не успела наполниться. Он выбросил, он такой полураскрывшись. А скорость уже предличная была. Скорость падения. Задай этому человеку вопрос. Был ты на грани. Сделали все, чтобы ты снова прожил. Ну, измени свое отношение к жизни. Сделай немного по-другому. В этот момент, может быть, он с вами согласится, а завтра, может быть, опять будет продолжать. Ну, из-за чарования сколько угодно. Если ты что-то делаешь по своей вине, не обидно, а просто вот какая-то досада на себя, даже злость такая берет. А вот именно обидно бывает за несправедливость. Чувствуешь, что тут уже обида. Ну, зачем показывать там связь? Тут, наоборот, найди и улыбайся. Когда не видишь, там, убежишь куда-нибудь в лес, так, чтобы никто не видел. Выпакался. Если от этого легче. Я слышу только видение смычка, но я не слышу левых рук. Ва-ва-ва-ва-ва. Клавишность, клавишность, трепет. Под водой чувствуешь одно, а в воздухе, мне кажется, самый простор такой, свободный простор и красота. Человек чувствует себя в своей стихии и вообще все на своих местах лишь в том случае, когда действительно он приносит какой-то пользы. У меня была одна цель только вот. Прыгать, 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 прыгать. Бывают такие рискованные, сложные прыжки. Можно было бы отказаться, но именно вот преодолеваешь вот это. Переламываешь себя, заставляешь. Да мало бывает, какие нежелания. Не знаю, можно, наверное, без этого прожить. Не так это уже. Человеку всегда кажется, что вот если его лишить там, допустим, того-то, того-то, он без этого не может прожить. На самом деле человек ко всему прилагает. Полгода, сказал хирург. А чемпионат мира был через три месяца. Она решила спрыгнуть через два. Невероятных усилий стоила эта победа над собой. Победа. В сборную не взяли, в чемпионате не участвовать. Уйти из спорта? А как уйдешь от самой себя, от дела, которое дороже жизни? Значит, после одной победы нужна другая. А потом еще и еще. И так всю жизнь. Дело вечно, как горы и необъятно, как облака. Оно трудно и просто, как этот случай в горах. Мы пишем, что лошади гибнут, понимаете, вот он пишет, он просит. Мы просили, чтобы люди, какая-нибудь редакция или кто-нибудь взялся бы за это дело, чтобы они помогли нам. Мы просим лошади гибнуть, понимаете, ну вот, ну что-нибудь. Ну как же так можно? Почему вот мы смотрим передачи в мире животных? Ведь показывают, ну, прекрасно, борьба человека там за, ну не знаю за что, за всякую мушкару. А тут, пожалуйста. Да убить лошадь это ничего. А вы смогли бы смотреть безучастно, как темнеет небо, как подползает беда? Даже если бы она коснулась только лошадей. На Варьогане близ Сургута катастрофа. Выброс нефти и газа. Пожар. Кому-то принимать решение. Только нет подвигов вообще. И героев вообще. У них всегда есть имена. В огонь пойдет Григорьев с бригадой. Это его работа и дело его жизни. Любой фонтан – это большой риск. Это считается аварий в высшей категории. Больше сложнее аварий нет. Он не управляет. Он не управляет. Там несет породу. Вот видали куски породы несет. И породы несет куски, как и сделает. Куски несет полу по три килограмма. Где-то на высоту метра сто. Только делает то, что тебе сказали. Здесь никакой самодеятельности. Там жара не в эти, брюки на выпуск. Иначе ноги сожжете. Там будет жарко. Очень жарко. Семь лет. Как это много и как мало. Много сессий. Много экзаменов. Трудные, кропотливые работы. В то же время это очень, очень мало. Потому что за эти семь лет надо научиться быть не только человеком, но и великолепным врачом. Чтобы человек, спасенный тобой, снова жил, снова ходил. За эти семь лет я почувствую, я до конца прочувствую, что мне предстоит великая миссия – сделать человека снова живым. На острие жизнь и смерть, жизнь и смерть. Вы понимаете, все время, все время мы находимся вот на этой кромке. И очень трудно, ведь по сути дела, смерть – это вещь такая, с которой невозможно примириться. Спутник настоящего дела – риск. Они хорошо это знают. Не было еще победы без риска. Можно рисковать спокойствием, благополучием, славой. Но есть высшая степень риска. Когда дело жизни может стоить жизни. Они сами делают выбор, потому что дело того стоит. и в космосе, и на земле. и вер делать возможность. Эти ри Сури! Спасибо. Сури! 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 Что же такое счастье? Скорее всего, усталость после доброго и трудного дела. Самые счастливые отрывы времени — это вот сейчас, вот теперь, после репетиции, когда вы счастливы, потому что вы освободились, вы освобождены. И немножко только где-то в подсознании уже такой червячок оживает, что скоро это кончится, период освобождения, надо будет опять влезать опять заново. Нет на свете ничего удивительней, чем путешествие к людям. Оно бесконечно, как путь к горизонту, трудный и прекрасный путь. Не беда, если не всякий раз на лице улыбка. Дело вечно. И завтра можно начать все заново. Нужно начать. Тогда после победы придет другая. А потом еще и еще. И так всю жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok